Арт Рашин Вик, в котором приняли участие около 300 молодых художников. В одной из номинаций победил наш рязанский непрофессиональный художник. Это Андрей Миронов и сегодня он у нас в гостях. Доброе утро, Андрей. Здравствуйте. Андрей, впервые вы участвовали в таком крупном мероприятии. Что это было за событие? Международный конкурс живописи проходил он в Москве под патронажем правительства Москвы на Кузьминском мосту. Это высоченный зал совесть художников. Основная цель проекта это представить широк общественности, а также компетентному жюри. Вот не знаю, кто в него входил, но там написали какие-то зубры. Новые лица в искусстве. То есть там не матерые куровники участвовали, а молодые? Нет, там были, да не только молодые, там были, в общем-то, возраст самый близкий к приклонному или молодежь. Но самое главное было условие в том, что участники должны были быть неизвестны широк общественности, то есть не расслабленные художники. Ну а от Рязани у нас было трое человек. Но, к сожалению, моим коллегам, так скажем, по творчественному цеху победить удалось. Мы, они тоже согласованно представили Рязань. Это художники Алексей Кендинов, Максим Песенков, тоже достаточно известные художники в Рязани. Ну а я заодно еще представлял... Но это люди профессиональные художники. Да, это профессиональные художники. А вы не профессиональные художники. И как так получилось, что вы попали в категорию профи? Одна из категорий, одна из номинаций. Вы там победили, заняли первое место. Там все было три. Это юниор, значит, слушатели средних членов специальных заведений, художественных студентов, высших членов заведений и профи. То есть крути-крути-крути-акторые, ну, выпасшие из звуков и протекающие на менее двух лет. Ну, так разрешалось участвовать и, ну, дегилы, так скажем, не профессиональным художникам, саморучикам. А категорию они должны выбрать сами. Ну, я так посчитал, что мне, в общем-то... Ну, поздно, наверное. ...помогу справиться в профи, да. Все понятно. Вот смотрите, вы говорите, новое лицо в искусстве открыли. Открыли лицо, и у него милицейские погоны. Человек-художник непрофессиональный в милицейских погонах. Кем вы по роду службы значите? Вы сотрудник УВД областного. Да, инспектор оперативного отдела штаба УВД. Ну, сразу скажу, никакого, в общем-то, отношения, конечно, мое творческое к службе не имеет. Вот, но... Ну, смотрите, старший лейтенант рисует. Немножко странно, мне кажется. Вам по роду службы чем приходится заниматься? У нас два направления. Это организация работы дежурных сестей. Вот, и организация подготовки органов внутренних дел в целом при изгновении в чрезвычайных ситуациях. Ну, знаете, к какой-то степени творчества приходится. Это проводятся учения, знаете, там всякие схемы. У нас по два раза в месяц достаточно объемные. Прикладаем борьбу с террористами, со взрывами. С террористами, да. Ну, то есть, в чрезвычайных ситуациях, это масса беспорядки, захват заложников и так далее. Вот такое же работа. Ну, и как же все это удается вам вот сочетать-то? Понимаете, если бы я не вставал, то, знаете, тоже было скучно. Приходишь с работы, и вот... Просто, ну, если ты когда-то один род деятельности, да-да, устаешь. А когда на службу одно, а дома в свободное время другое, это друг друга взаимодополняет, и, в общем-то, не устаешь. Вот так. Что рисуете вы, в каком жанре работаете? Для себя проделываются на три жанра. В первую очередь, это сюжетная жалпись, библейские, в основном, сюжеты. Ну, а в перерывах, когда, знаете, идея еще не созрела, чтобы как-то заполнить время, не было простое. Это все-таки не основное направление, это портреты, пишу интерморты. Вот. Просто, вы можете нарисовать портрет, в подарок, например, на юбилей какой-нибудь, или на работе, коллеги подходят, спрашивают? Да, и коллеги, и родственников, что, наверное, по несколько раз я там всех перерисовал. Вот. Ну, делать на количестве я... И в черту, наверное, мне звоните. Такой очень бурный процесс становления. И я, в общем, занимаюсь, живу без детства, но вот так вот плотно занялся буквально вот и до года три назад. И чувствую, кажется, в своем работе на такой очень значительный шаг вперед. Даже вот некоторые работы, которые я писал буквально года два назад, мне уже даже их, наверное, выставляют неохота. Хотя раньше я считал их просто изумительными. Всем художникам желаю вот именно так вот национальности, постоянно развиваться. Это очень хорошее дело. Вы растете, где вы черпите вдохновение свое? Я так понимаю, не на работе все-таки. Знаете, вот, чем отличается профессионал от любителя? Я, допустим, по факту считаю себя профессионалом. Вот как, допустим, Караченцев? Он выходил там лет, наверное, 20 на свою единую навозь. У него был настроение, не был настроение, не было вдохновения. Он уходил как в первый раз. Вот это профессионал. Так вот мне тоже вдохновения не нужно. Хотя по диплому, да, он не диплом, не это. Но не писать вы не можете. А? Вот сейчас не писать вы не можете. То есть откуда ты? У меня всегда такая потребность, и, да, наверное, все-таки это мое призвание. А призвание не выбирает, оно само находит человека. Да, я сейчас уже как-то так вот... Был у меня простой лет в 10, я практически не писал, буквально, на шар на две работы в год. А сейчас так вот полоконаванница, и, да, уже себя без этого как-то не ощущаю. Карачен, в ближайших планах что у вас? Еще выходить на какой-то... Вот вы уже на международном конкурсе победили. Куда дальше? Ну, дальше я, конечно, с конкурсами не знаю, как там дальше получится. Верк, тоже это такое дело еще и достаточно накладное. Вот, вставляться в Москве. Но дело не в этом. Сейчас я, наверное, запланирую, может быть, накоплю материал, и, может, через год, час-полтора проведу еще персональный выстав, но там будет видно. Вот. Ну, что вы? Нет, а я сам еще хочу добавить, в общем-то, особо таких людей, как полосы Габрия Днестрова, это просто такая была хорошая моральная поддержка мне, и мне поможет мне дальше работать. Вот, в общем-то, все. Ну что ж, спасибо за то, что пришли к нам в гость. Мы желаем вам еще больше вдохновения и творчества, и успехов, и на профессиональном, и на непрофессиональном, но в вашем любимом деле. Спасибо, что пришли к нам. У нас в гостях был Андрей Миронов, милиционер, сотрудник УВД Рязанской области, и победителем международного конкурса художников. Наша программа подошла к концу, я прощаюсь с вами. До свидания.